Запасы донорской крови в Москве находятся на стабильном уровне. В столице действует система денежного поощрения донорства. К примеру, за одну процедуру сдачи крови выплачивается 3400 рублей. А тот, кто в течение года 15 раз даёт плазму, получает 52 тысячи. Некоторые редкие виды крови закупаются в регионах. А тех, кто нуждается в крови, и тех, кто решил ею поделиться, в репортаже Марины Лаврентьевой. Хочу стать шпионкой. Да ты что? А я очень люблю танцевать и петь. А я хочу ещё стать балериной. Аня и Соня стали подругами за три долгих месяца в онкоцентре. То, что сегодня девочки могут смеяться и даже играть – результат ежедневных утомительных процедур, главное из которых – переливание крови. Без этого в центре онкологии не выжил бы ни один пациент. Как нас предупреждали, крови переливают очень много детям. И доноры, они необходимы просто. Тромбоциты и эритроциты – компоненты крови, постоянно необходимы маленьким онкопациентам. Вот в этом пакете содержится четыре тромбоцитарные дозы. Этого достаточно для того, чтобы помочь пациенту весом в 30 килограммов примерно на 2-3 дня. Для того, чтобы получить такой пакет, либо четыре человека должны сдать цельную кровь, либо один человек должен провести час на аппаратном цитоферезе. Ежедневно в будние дни в центре работает собственная лаборатория по забору крови. Здесь же ее разделяют на компоненты и готовят для хранения, чтобы использовать в нужный момент. Для поддержания жизни маленьких пациентов в центре постоянно должно находиться от 100 до 120 литров крови. Для этого ежедневно в холодильнике должно поступать до 60 доз донорской крови. Поддерживать постоянный запас помогают выездные лаборатории российского центра крови. Медики сами выезжают на предприятие. Я считаю, что это очень правильная акция, потому что у многих людей просто иногда нет возможности. Вот у меня там через 10 минут совещание. Слава Богу, если я хоть одному человеку помогу. Я думаю, да, человек должен сдавать, люди должны помогать друг другу. Главное, чтобы помогать людям. И все, потому что делая добро, добро потом возвращается. Одно из последних поступлений – донорская кровь, собранная у сотрудников МОЗГАЗа. Сегодня многие приходят как раз сдавать второй раз. Это очень здорово, потому что не надо забывать, что основной принцип донорства – это повторяемость. Всего за два часа работы было собрано около 100 доз крови. То есть 25 маленьким пациентам смогут сделать переливание. Марина Лаврентьева, Андрей Балычев, ТВ-центр.